Уже сегодня это опасное место попытались огородить, однако еще только вчера упавшие с высоты кровли едва не покалечило мужчину, который проходил мимо. Такие устрашающие кадры выкладывали в соцсетях свидетели страшной картины. Огромные куски облицовки дома от дуновения ветра падали на тротуар и автодорогу. В комментариях горожане радовались тому, что никто не пострадал и удивлялись, как же построен дом, если он разрушается от ветра. Прямо как в детской сказке о трех поросятах. Было бы смешно, если не было бы так страшно. Ну это проблематичная история, хочу сказать. Не дай бог, вот ветер какой, люди постоянно здесь ходят, магазин тем более, проходимость большая. Я вот с соседнего дома, я тоже так же постоянно здесь хожу в магазин этот, то есть как бы для меня эта ситуация, ну, тоже касаема, тем более у меня маленькие дети, тоже в этот магазин ходим, так что надо что-то решить в любом случае. Однако опасаться стоит не только прохожим, но и автовладельцам. Рядом с домом проезжая часть и упавшие с такой высоты элементы облицовки могут серьезно повредить кузовы автомобилей. К сожалению, этот случай опасного разрушения зданий далеко не единственный. Совсем недавно кирпичные фасады домов по адресам химиков 5, 7 и 21 также обвалились. В приемной департаменте ЖКХ пояснили, что капитальный ремонт дома 45 по улице Корабельная сейчас не планируется. Начальник ПТО же заверила, что работы по подготовке к ремонту обшивки фасада уже начались. Однако проводить их при сильном ветре запрещено. В настоящее время материал для обшивки заказан. Как только погодные условия нормализуются, дом управления «Вокзальная-2» наймет специализированную организацию для выполнения данных работ. Таким образом, горожанам на данный момент остается лишь с осторожностью обходить опасные участки. Ну, действительно страшно, потому что и случаи были, ну, как бы и видел в интернете, да, то, что плиты падают и так далее.